Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время, соответственно, с нами сегодня поговорить. Давайте приступим сразу к делу. Я знаю, что вы ограничены во времени достаточно. Соответственно, я сразу хотел бы сказать, что у нас здесь среди подписчиков большая доля начинающих, соответственно, инвесторов. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, вот сейчас со всех углов звучит. Все говорят о кризисе, рецессии, сделка США с Китаем. Нет определенной ясности. Ну, как обычно, собственно, бывает. Не могли бы вы все-таки рассказать, что такое вообще финансовый кризис более профессионально и чем он, в принципе, опасен? Понимаете, меня слышно хорошо, да? Да, отлично. Понимаете, проблема в том, что когда возникает ясность, тогда неинтересно. Это первое. Второе. Что такое кризис? Вообще, кризис – это падение стоимости финансовых активов. Но это, если говорить, знаете, достаточно так банально, вот так лоб. Кризисы бывают совершенно разные. Бывают кризисы, когда у нас дикое падение производства, когда людям нечего, так сказать, грубо говоря, некуда пойти работать, нет новых рабочих мест, нет заказов и так далее. Рецессия. Это тоже кризис. С другой стороны, бывают кризисы, когда вроде всего этого нет, но есть некое падение стоимости активов. Опять же, рецессия, понимаете, штука творческая. Бывает рецессия, там, полпроцента где-нибудь, там, GDP падает. Ну, неприятно, но меньше заказов. Но это не грязно. Это тоже называют словом кризис. Поэтому давайте введем дефиницию понятия кризиса. Первое. Это резкое, более 25% падение стоимости финансовых активов, падение стоимости недвижимости, падение стоимости, наверное, скажем так, банкротства финансовых и прочих организаций. Это и рост безработицы. Вот это мы понимаем под кризисом. Все остальное, но это некие, так сказать, варианты всего этого дела. Вот как-то так. А вот вы упомянули такой термин, как рецессия. Соответственно, хотел бы пояснить для всех, что это связано определенным образом с цикличностью экономики. Недавно была ситуация, связанная с инверсией государственных облигаций США. Не могли бы вы все-таки рассказать, почему рецессию считают таким предвестником финансового кризиса? И насколько это опасно? Понимаете, какая штука? Это очень интересный момент. Дело в том, что люди склонны делать некие выводы о том, что будет в будущем, потому что было в прошлом. В прошлом много раз возникал такой интересный эффект – инверсия. То есть доходность облигаций, которые, так сказать, погашаются через 20 лет, была ниже, чем доходность облигаций, которые гасятся, например, через год или через полгода. И поэтому делается вывод. Вот у нас сейчас инверсия по облигациям, поэтому есть вывод, что, следовательно, у нас впереди рецессия. И вот дальше смотрят, что вот каждый раз, когда такое случалось, кризис происходил через 5 месяцев, через 10 месяцев и так далее. Господа, это ничего не значит. Это означает только одно, что в прошлом такое было. Это как технический анализ. Покажите мне хоть одного гуру технического анализа, который стал миллиардером. Да, люди знают, что было в прошлом. Означали ли это, что это будет в будущем? Может быть, да, может быть, нет. Есть некие законы толпы. Теперь давайте разберемся, что такое инверсия. Вот есть такая довольно забавная и интересная страна – Украина. В ней сейчас поставлен колоссальный эксперимент. В ней пришло новое правительство, новый президент. Ребята решили перевернуть, так сказать, все кверху ногами. Прикольно, мне нравится. Так вот, у них сейчас инверсия. Доходность по облигациям на, скажем, полгода – 13% годовых в гривнах. Доходность по облигациям на год – 15%. Доходность по облигациям на 3 года – 16%. Ставный кризис? Не уверен, гривна укрепляется. Проводятся очень интересные реформы. Почему так произошло? Да очень просто. Как в случае с гривной, так и в случае с американскими облигациями. Все просто. Есть ожидания на снижение процентных ставок и дальше. Все прекрасно понимают, что если есть ожидания на снижение ставок, то, следовательно, выгоднее приобрести дальние банды с погашением на 20 лет. Потому что в случае снижения ставок их цены могут вырасти еще на 5, еще на 7, может быть, еще даже на 10%. Все бегут в эти дальние банды, поэтому их доходность становится ниже, чем у бандов коротких. Означает ли это, что будет кризис? Ну, знаете, то же самое, что означает, что если я одел синий пиджак, то завтра обязательно я упаду и сломаю ногу. То ли да, то ли нет. Поэтому мы все очень любим делать выводы, глубокомысленные, потому что если мы попали, ну, попали в разряд буров. Если мы не попали, ну, извините, находим десятки причин, почему это не произошло. Я, конечно, не хочу сказать, но давайте говорить серьезно. Инверсия такая возникает в случае, первое, когда ожидают снижения процентных ставок, и довольно серьезного. Когда можно ожидать снижения процентных ставок? Когда монетарные власти пытаются решить вопрос о спасении своей экономики. То есть, если мы ждем кризиса и надо снижать ставки, надо давать импульс экономике. Ага, мы снижаем ставки. Понимаете, это как принцип ответственности по Соросу. Что впереди, курица или яйцо? Уже начали снижать ставки, значит, впереди кризис, потому что регуляторы это заметили. Мне всегда это очень забавно видеть. Так вот, почему сегодня инвертированная кривая доходности? Да все очень просто. Дорогой товарищ Трамп, давит. Ребята, снижайте ставки, потому что мне надо переизбираться. Мне надо показать своим уважаемым, так сказать, будущим избирателям, что все хорошо. Чтобы я хорошо избрался, мне нужно, извините, показать, что экономика в порядке. Если экономика в порядке, надо вот дальше снижать ставки, потому что альтернатив не будет, все побегут вкладываться более рискованно на активы, будут расти рынки и так далее. Означает ли это, что действительно придет кризис? И да, и нет, не факт. Вот, собственно, и все. Очень забавно, но это та реальность, в которой мы живем. Будем считать, что, дорогой товарищ Трамп, так же, кстати, как и на Украине, или, извините, в Украине, господин... Но ничего это не означает. Теперь, что я думаю на этот счет? Будет ли кризис? Да, кризис будет обязательно. Потому что он когда-нибудь обязательно будет. То ли через полгода, то ли через три месяца, то через пятнадцать месяцев. Есть объективные причины. Как то, много накоплено долгов. Долги, причем не только у государств, которые еще умеют печатать деньги, особенно ФРС, но и у тех государств, во-первых, которые не умеют печатать деньги, например, части Европы. Так и, что самое главное, у домохозяйств и у корпораций. Долгов действительно очень много. Снижение ставок вывела на долговой рынок огромное количество компаний, кредитоспособность которой вызывает очень серьезные сомнения. Если это так, то, значит, в какой-то момент, ну, понимаете, как веревочка не весит, но где-то она порвется. В какой-то момент начнутся дефолты. Именно поэтому для них, вот посмотрите, я много писал про компанию ТЭВа, большая долговая нагрузка. У нас остаются процентные ставки, что 5 к ебеде, что 5,5, что 4,5, по большому счету смертельно, да не очень. Вот как только начнут расти процентные ставки, тут же стоимость обслуживания долга будет очень большой. Давайте перейдем на микроуровень. Вот у многих американцев, у канадцев, у них, они в какую игру играли? У них, да, хилок их, то есть Home Equity Credit Line, то есть возможность купить дополнительные недвижимости, была достаточно высока. Вот этот самый хилок, они брали еще кредиты. Если они берут кредиты и покупают недвижимость, рассчитывая на то, что денежный поток будет положительный, все замечательно. Как только денежный поток, то есть аренда, минус те платежи, которые они дают, дают отрицательный поток, а это может произойти, когда начинают расти процентные ставки, а аренды не начинают расти по тем или иным причинам. Вот тогда ребята сидят и думают, они скинут ли нам недвижку. Ну а дальше 2008 год, пришли, поехали. Вот как-то так. Слушайте, вот это достаточно интересный момент, вот вы сейчас сказали, связанный как раз таки с рынком, ну, с долговыми обязательствами, корпоративных всевозможных организаций. Такой вопрос. Вот политика Трампа, мы, собственно, коснулись этой темы. Действительно, он веселится, мне кажется, без границ. Вот. И вопрос такой, если все-таки, ну вот где уровень риска больше? Что вот вы думаете по поводу сделки США с Китаем? Вот если все-таки первая фаза не состоится, вот может ли из-за этого что-то развернуться негативно? Ну, первое. Понимаете, никуда они, голубчики, не денутся. И вот они, хотя бы для галочки. Первое. Трампу надо показать своим избирателям. Ребята, я воевал. Вы же поймите, это классический жанр американского. Посмотрите любой американский фильм. В итоге все стоят и аплодируют, потому что свершилось чудо, и браво американские парни добились всего, чего хотели, победили злых негодяев. Соответственно, по логике жанра все должно быть закончиться хэппи-эндом. Но это я, естественно, опять же смеюсь. Все не обязано закончиться хэппи-эндом, но для Трампа вопрос жизни и смерти поставить какую-то галочку и показать. Вот я добился. Вот. И смотрите, он действительно добился. Первое. Там есть вообще три пункта, которые самые принципиальные в этом во всем споре. Пункт первый. Закупки сельхозпродукции из Америки. Дело в том, что китайцы обкладывают американскую сельхозпродукцию очень большими тарифами. Ну и американцы сказали, а какого черта мы тоже должны обкладывать китайскую продукцию. Из-за этого весь сэрбор это первое. Значит, китайцы сказали, нет, 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 мы подумали, мы сейчас будем больше закупать ваши сельхозпродукции, и вообще, ребята, все будет хорошо. Это был самый простой пункт. Договорились. И действительно по нему достаточно сложно не договориться, но надо быть полным, извините, идиотов. Второй, гораздо более сложный, кражи интеллектуальной собственности. Я много уже раз говорил. Понимаете, если я клептоман, или у меня экономика построена на клептомании, и я обязан брать эти последние достижения, потому что у меня РНД свой не развит, или развит, но не настолько, чтобы не бежать впереди всех, то, соответственно, я буду все равно воровать. Теперь мы это все прекрасно понимаем. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что американцам мириться с тем, что происходило в мире, и как быстро, ну, я знаю некоторых знакомых израильтян, И они говорят, мы только вот что-то еще изобретаем, ну, Израиль, вторая силиконовая долина, смотрим, уже в Китае есть что-то подобное. То есть, ребята, конечно, безостенчиво абсолютно. Ну, это всем надоело. Поэтому, естественно, что обязаны были навести какой-то порядок здесь. Понимаете, навести полностью здесь порядок невозможно по определению. Но, естественно, насточат какие-то штрафы, наведут какой-то порядок, сделают вид, что они договорились, уже хорошо. Значит, вторая галочка Трампу поставлена. То есть, что будет дальше? Вопрос творческий, можно дальше пинать банку, так сказать, укращать непокорных хазар, то бишь, китайцев. Но, тем не менее, факт есть факт. Поставлена галка и сказано, что да, мы договорились, ребята, будет более жестко относиться к кражам интеллектуальной собственности. Все ура-ура, Трамп молодец. Ну, и остается последний пункт, по которому я не знаю, как они договорятся. Смотрите, если китайская экономика лишится постоянной подпитки ликвидности, будет проблема, будет беда. Это ударит по всем, и по России, и по Бразилии, и по ЮАР, и по Канаде, и США, и по Европе. Дело в том, что за последние годы роста китайская экономика накопила гигантское количество плохих долгов. Это неизбежно. Вы знаете, плохие долги очень просто решаются, когда идет эмиссия денег. Грунтский государство выкупает плохие долги у корпораций, ну, или у банков, либо еще что-то, но печатанный денег спасает. Это первое. Второе. Юань достаточно такая творческая валюта, и вы видите, что в случае малейших проблем китайцы мягко и энергично с другой стороны девальвируют свой юань. Сейчас тут привет нашему ЦБ, который вкладывается в юань. Теперь, что происходит дальше? Америка говорит, ребят, постойте, вы настолько много печатаете, что мы, а, не в состоянии понять вообще, что происходит, мы не в состоянии понять, что с вашей экономикой. Ну, это ладно, полбеды. Проблема в том, что, печатая юань, вы создаете привилегии для своих экспортеров и даете возможность им, ну, как бы, работать гораздо легче, чем во всем остальном мире работать. Перестаньте печатать юань или как-то разберитесь с этим. А вот это вопрос вопросов. Перестанут они это делать, экономика посыпется. Понимаете, ситуация безвыходная. Мое мнение, что они будут очень долго здесь или, ну, как-то договариваться, что-то придумывать. Наконец, они что-то придумывают, что в итоге американцам позволит также сказать, мы поставили большую галку, мы молодцы. Китайцам сказать, мы не уступили ни пяде родной земли. Каждый уйдет довольный собой. Все скажут, соглашение, так сказать, подписано, рынки улетят в небо, а потом по первому пункту, если проблем я не вижу, то по второму пункту начнутся постоянные поиски виноватых, кто очередную, то сказать, курочку украл из курятника, а это будет, причем это будет уже через несколько недель после того, как введут. Обязательно. И второй момент, что касается печатания денег, я не представляю, как ребята договорятся. Вот и все. То есть, если подвести итог, смотрите, конфликт достаточно серьезный, но конфликт серьезный, не только экономический, все гораздо глубже. Это геополитический конфликт. Это две державы, которые делят мир. Китайцы прекрасно скупают Африку. Китайцы прекрасно скупают Латинскую Америку и, кстати говоря, Европу и Юго-Восточную Азию. Американцам это страшно не нравится. Их задача ослабить Китай любыми способами. Ну, а дальше, понимаете, вот если мне ваши очки не нравятся, дальше я, если у меня есть возможность, так сказать, делать законы, я издам законы о том, что каждый, который вот в очках вот с пластиком черным по краям, это человек, который должен получить санкции. Потому что... Я буду снять. Это вас по пределу. Понимаете, то есть, как только ребята, ну, они изобретают разные способы, так сказать, сегодня это санкции, сегодня это там экономическая какая-то война, потом это может быть валютная война, потом это могут быть деления каких-то, так сказать, вассалов, это мой вассал, нет, это мой вассал. Поэтому, на мой взгляд, всего только начинается. Слушайте, а вот... Со прямого к войну никто не... кому это не надо. А вот гибридные войны, они будут идти, и вот эти все конфликты валютные, торговые, это просто некие формы, по моему мнению, гибридных войн. Вот как-то так. Слушайте, а вот на фоне всего этого, а сейчас брокеры, в принципе, управляющие компании дают такую инвестиционную идею, связанную с тем, что ТНК планирует идти из-под этого удара, чтобы дальше не терять деньги и переместить свое производство полностью в Индию. Индия, насколько мне известно, начинает подготавливать эту базу, снижать какую-то налоговую нагрузку. Вот что вы думаете по поводу этого? Стоит ли? Хороший вопрос. Смотрите, с одной стороны, вы когда-нибудь работали в Индии? Нет. Вы работали в Индии? Нет. Есть много более приятных мест для жизни. Но это я, опять же, шучу. Климп, жуткий. Знаете, самая главная проблема с индийцами какая? Вот нам, европейцам, все-таки мы европейцы, это невозможно принять. Индийцы, это люди, у которых полностью отсутствует чувство расстояния. Вот есть моя территория, мой дом, мой кабинет, вот 10 сантиметров или метр вокруг меня. У них отсутствует это полностью. Это очень тяжело. то есть с индийцами работать, ну, попробуйте, взводите. Ну, это так, слово. Просто проходите. Знаю. Так что везде из всех плюсов вытекают огромные минусы, которые никто еще не может просчитать. И часто эти минусы, поверьте, зашкаливают. Но теперь серьезно. Да, Индия это огромная территория, самое главное это огромное население, это гигантский платежеспособный спрос. Сегодня это достаточно дружелюбная для бизнеса экономика. Ну, так разумно, что многие переносят производство, учитывая, что рабочая сила в Индии безумно дешевая. Другое дело, что вот эти индийские программисты или индийские математики, это, кажется, вот такая часть индийского народа. А если вы приедете в Индию, вы столкнетесь с другим народом. я не уверен, что это очень сильно понравится. Я ничем не люблю. У меня нет ксенофобии, я люблю всех. Да, честное слово. Нарастает. Я понял. Я понял. Окей, большое спасибо за соответственно содержательный ответ. Такой вот вопрос. Вот мы с вами глобально немножко поговорили. А что же делать все-таки частному инвестору? Ну, все-таки мы с вами понимаем, что не всегда, вот если условно профессионалам, да, высокой квалификации уровня, не всегда понятно, что происходит, а мелкому частному инвестору подобно. Вот каких, как стоит формировать свой инвестиционный портфель, чтобы, если уж там кризис случился, чтобы негативные последствия для портфеля частного инвестора, они были все-таки минимальны. Вот может быть какая-то диверсификация должна быть в портфеле. Что нужно делать? Ну, в первую очередь включить здравый смысл. Первое. Второе. Я начну с общего, перейду к частному. Включить то, что называется осторожность. Не нужно гнаться за каждой копейкой, хотя, понимаете, вот когда ты видишь улетающие в небо результаты того или иного IPO, размещения и так далее, или ты видишь сегодня, как те или иные другие акции взлетают в небо, но трудно удержаться от того, чтобы продать дом, тещу, любимую жучку и кого-нибудь еще, заложить их всех и все эти деньги пустить на рынок. Трудно, но нужно. Объясню, почему. Значит, вы понимаете, что это всегда свидетельствует о неких излетах рынка. Шальные рынки, это подвесник катастроф. Это первое. Поэтому вот они не должны нас обольщать. Если наш сосед заработал себе на еще один дом и рассказывает, как он там участвовал в IPO, замечательно, это не должно быть для нас поводом сделать что-то, чтобы мы тоже побежали с ламя голову. Следующее. Теперь перейдем к микроурованию. То есть немного остановить свой азарт и жадность. Теперь смотрите, по поводу диверсификации. Вот я веду на своем закрытом канале несколько портфелей. Есть портфель, например, консервативный. Несмотря на то, что он консервативный, тем не менее, я держу аж почти 30%. Это, конечно, неправильно, это возмутительно, но тем не менее. Почему? Ну, потому что я жду, что, возможно, будут какие-то более интересные доходности, какие-то колебания. Теперь, опять же, кэш. Кэш это преступление, в принципе, держать. Да, согласен. Держать деньги в каких-то очень надежных, я бы даже сказал, сверхнадежных облигаций с доходностями 2-2,5-3%. Да, это очень тяжело психологически сделать, потому что все говорят, вот ты сейчас зарабатываешь 20-30 годовых, а у меня деньги там под 2 лежат. Но посмотрим, что с этими ребятами будет, когда что-то реально произойдет, а у вас деньги под 2% никуда не денутся. Поэтому, первое, это смотреть на очень надежные инструменты. Вот, скажем, в консервативном портфеле я купил облигации каких-то очень понятных, надежных эмитентов, того же Xerox, еще кого-то, которые дают 3-2,5-4 годовых. Это просто место размещения денег в кэше. Но, тем не менее, вот это. И далее, дюрация, если мы говорим про облигации, минимальный долг относительно ЕБД. Второе, это должны быть не цикличные акции или цикличные компании. Потому что, смотрите, бывают компании, у которых все хорошо с долгом ЕБДой, пока ЕБДа высокая, пока доходы классные. Но представьте себе ситуацию, когда у вас идет рецессия, резко падают доходы, и соотношение долг ЕБД становится не полтора, и вам кажется очень комфортным, а восемь моментально, или десять. И тогда вы говорите, ой, и тогда цена этой облигации падает в небо. Извините, падает доход. Соответственно, мы должны смотреть вот этот вот поток денежный, а он от чего идет? От роста, от экспансии или от неких стабильных, понятных доходов. Это второе. То есть нам надо очень внимательно смотреть на то, что мы покупаем, какие компании. Далее, денежная подушка. Это крайне важно. Мы должны смотреть, что у этой компании есть хороший поток денежный и хорошая денежная подушка. Ну, самый лучший классический пример, извините, это Apple. Вы знаете, что, что бы ни происходило в мире, 200 миллиардов долларов на счетах, это надежная гарантия того, что Apple переживет любой, по крайней мере, двух, трех, четырех, пятилетний кризис. Достаточно времени и конкурентов скупить, и зайти на новые рынки и выйти на новые высоты. Вот наличие хорошего кэша на счетах, денежного потока, это очень важно. Далее, еще один очень важный момент, когда мы анализируем компании, нам надо понимать, как эти компании могут справиться с рецессией и с проблемами. Инновационна ли эта компания? Обратите внимание, вот у нас есть компания TripAdvisor. Более того, мы включили эту компанию, акцию ее в агрессивный портфель. Почему? Потому что перед Новым годом сейчас все будут ездить, будут заказы, все понятно. То есть ситуационно можно заработать, но у нас есть другие ребята, которые подкапываются под бизнес TripAdvisor. И кто же это такие? А это Amazon, к примеру, который делает все, чтобы вот эти сервисы просто кого-нибудь собрать себе. А трафик TripAdvisor сделать все больше и более-более дорогим, чтобы в итоге конкуренты разорились. Это нормально, потому что они будут покупать у Google, у Amazon, Google тот же и так далее. Мораль. Я не говорю, что TripAdvisor разорится, я просто привожу вам примеры, которые в результате резкого роста затрат могут разориться. А есть компании, которые сами регулируют эти затраты, сами создают эти затраты и могут создать проблему конкурентам, потому что они базовые компании. Понимаете, те компании, которые держат сегодня рынок, ну, например, маркетинг. Опять же, нам сегодня надо продавать. Мы видим, что маркетинг очень сильно ушел в онлайн. А кто предоставляет трафик в этом онлайне, понимаете? Вот надо смотреть, если нам резко повысит стоимость трафика, что тогда будет? Ну, я привожу примеры. Я понимаю. Перейдем, то есть это мы говорим об акциях, то же самое облигациях. Теперь давайте поговорим о диверсификации. Да, действительно, портфели должны быть диперсифицированы. И не только, если это большие портфели, не только по отраслям, но и по странам. Потому что разные страны готовы к кризису по-разному. Кроме того, по направлениям инвестиций. Есть защитные традиционные активы, как-то золото, акции золотых вычеков. Я не говорю о том, что их всегда надо держать. Но какой-то процент, наверное, возможно. Далее. Мы понимаем, что если будет кризис, он по-разному будет протекать. В России, в Бразилии, в Китае или в Америке. Тоже надо смотреть, где мы находимся. И только надо помнить одну интересную вещь. Safety heaven это такие сказки. В них шедевить не нужно. Спасительные гавани. Вот нам говорили в 2008 году Россия, благодаря накопленным гигантским золотовалютным резервам, будет спасительной гавани. Но я думаю, что у нас память не отшибла, и мы хорошо помним в 2008 году. И помним эту спасительную гавани. Увы. Поэтому вот помнить все это крайне важно. Значит, поэтому выводы до диверсификации по отраслям, по странам, по направлениям, по консервативности вложений, по различным инструментам и прочим должны быть только в недвижимости или только в золоте, или только в акциях роста. У нас должен быть достаточно диверсифицированный портфель. И главное, у него должно быть много кэша, для возможности быстро окешиться, быть в каких-то коротких, потому что длинные это сильные колебания, облигации. Второе, это кредитные качества, если мы говорим о бандах. Кредитные качества эмитента, его возможность противороставить кризисам. Ну и наконец, если это акции, то что это? Акции роста, это циклические компании, или стабильные компании, выплачивающие стабильный дивиденд. Вот когда мы разбираемся со всем этим, включаем здравый смысл, и забываем про то, что мы с вами безумно все жадные, вот тогда, значит, мы к кризису готовы. Извините, многословие. Нет, все очень круто, действительно, очень круто, большое спасибо, что вы так подробно достаточно отвечаете. А вот, слушайте, как-то стороной мы обошли с вами государственные облигации. Вот нас все-таки сейчас смотрят большая часть у тех инвесторов, которые вот только-только начинают, и, соответственно, немножко боязно уходить на иностранные рынки. А вот, что вы скажете по поводу ОФЗ, допустим, наших? Стоит ли их держать в преддверии чего-либо? Это все-таки тоже, наверное, государственные облигации, и надежная бумага. Смотрите, значит, с ОФЗ все достаточно просто. Если у нас, ну, во-первых, валюта баланса наша и наши обязательства. Если у нас обязательства в долларах, то, наверное, ОФЗ в этой ситуации это не совсем наш инструмент. Тут надо смотреть свои активы и пассивы, свои обязательства и свои, что у нас есть. Потому что, если обязательства в долларах, ну, извините, это проблема. Если у нас обязательства в рублях и доходы в рублях, я не вижу ничего проблематичного и плохого в ОФЗ до года, до двух, до трех даже. Почему? У России сегодня накоплены гигантские ресурсы, это правда, профицитные бюджеты. Даже если цена на нефть упадет, правительство всегда сможет в данной ситуации, по крайней мере, достаточно много лет, свои обязательства выдерживать. Плюс, если есть плавающий курс и можно всегда курсом отыграть. ОФЗ платить будет, долг у России очень небольшой, примерно как у Турции, примерно 30% от GDP, это очень немного, поэтому Россия сегодня явно не в зоне риска. И тот кредитный рейтинг, который у нас есть, отражает скорее санкции, чем реальность. санкции, давно бы уже были где-нибудь А-, не знаю, BBB+, если не А. Ну, есть только по экономике, которая у нас стагнирует, но это уже отдельная тема, это то, что мы знаем. Игорь Ильич, вот вы очень часто упоминаете, соответственно, цены бумаги иностранных имитентов. И в принципе, я подписан на ваш канал, более того, скажу, что вас, наверное, все знают, мы регулярно в свой канал, соответственно, репостим ваши выдержки из вашего канала. Вот я хотел бы узнать, почему вы все-таки, если я правильно понимаю, почему вы все-таки отдаете предпочтение больше иностранному рынку, нежели российскому, если это действительно так. Вот я думаю, что зрителям было бы интересно в этот момент узнать. Ну, первое, несмотря на то, что я еврей, я не русофоб. Более того, я русофоб. То моя родина, Москва, мой самый любимый город. Так сказать, во веки веков аминь. Хотя, кстати, к Тель-Авиву тоже очень неплохо отношусь, очень люблю его. Теперь, по сути, кстати, самый лучший город для жизни, как мне кажется. Теперь по поводу российских ценных бумаг. Понимаете, мне очень горько это говорить. Я был один из тех, кто создавал этот рынок. По большому счету я и мои ребята, мы провели больше 200 размещений, IPO и так далее, компаний второго эшелона. Мы одни из тех, кто создавали рынок второго эшелона в России. Проблема вот в чем. Понимаете, фондовый рынок, это, я не говорю, кстати говоря, про долговой рынок. В России замечательный долговой рынок и если не учитывать дополнительные риски России, которые нам всем известны, потому что, так сказать, кому-то что-то вдруг захотелось и так далее, но мы его не продолжать, хотя это тоже веселая тема. Но, если мы говорим про рынки акций, понимаете, я много раз говорю о том, что есть такое понятие парадигма капитализации. что это означает? Вот мы с вами построили заводик, решили капитализировать его, ну, вначале у нас пошли денежные потоки, мы решили расшириться, для этого мы решили привлечь денег, капитализировать завод, разместить его акции, привлечь эти деньги и пошло по их. Главная задача, чтобы его акции стоили там не 10 рублей, как первоначально, а 100, потому что это даст нам возможность больше привлечь денег, даст нам возможность привлечь, продать что-то тоже, получить и на карман, естественно, деньги, но самое главное развить это производство и стать миллиардерами, чтобы потом лежать под пальмой и ни о чем не думать. Уже кто где как хочет. Теперь, это и есть самая парадигма капитализации, когда мы максимум усилий тратим на то, чтобы наши компании, ну, акции нашей компании были максимально дорогие. И это есть вот, знаете, капитализация это высшая форма по большому счету всего. Если у вас компания дорогая, значит у вас все нормально. Если у вас акции компании дешевые, значит у вас какие-то проблемы с бизнесом. Что значит капитализация в нашей стране? Да ничего она сегодня не значит. То есть, да, это некая дань, естественно, денежному потоку. Это правда, дивидендному потоку. И все. Если у вас небольшое, посмотрите, например, на акции каких-нибудь там, не знаю, дочек Газпрома или каких-то достаточно серьезных компаний, но с капитализацией полумиллиарда долларов, сто миллионов, кому интересны эти акции? Никому. Акционеры прекрасно понимают, что провести IPO, то есть, невозможно. Первичный рынок для них закрыт. Никому не придет в голову сегодня покупать акции каких-то там, не знаю, вениковязальных заводов, потому что завтра всем потребуются веники, и в итоге их акции взлетят. Да не взлетят они. Вот. То есть, никто не думает о капитализации, потому что инвестор не готов покупать, регулятор, ему это совершенно неинтересно, государству это неинтересно, и по большому счету это никому не нужно сегодня. Вот основная проблема. Поэтому, когда вы мне говорите про российский рынок, я очень хочу, я очень хочу покупать российские акции, но есть одна проблема. понимаете, по большому счету я не уверен, что главный критерий действия господина Миллера или господина Сечина это капитализация и Газпрома и Роснефти. Денежные потоки, дивиденды, да, наверное, а вот, извините, капитализация, ну, я не уверен. Может быть, да, может быть, нет, мне как-то не видится, но это голубые фишки. Давайте перейдем, например, к Амазу какому-нибудь. Голубая фишка, правда? Да, Мне менеджмент Камаза хоть на секундочку заинтересован в том, чтобы Камаз стоил там одних денег, а не других. Я не уверен в этом. Я не думаю, что у них есть колл-опционы на, например, акции. Если они будут расти, тогда менеджмент станет миллиардером. Нет. А если возьмем какие-то предприятия еще мельче? Да никто не думает. Вот если бы у каждого топ-менеджера были бы колл-опционы и была бы ситуация, когда, скажем, если через год эта акция не удвоится, то тогда у него не будет бонусов, вот это другая ситуация. Но опять же, это целый комплекс факторов. Понимаете? Поэтому для меня российский рынок это огромные риски, запредельные часто риски. И непонятные... То есть акции, ну вроде как акции, фантики, в чем-то они, а фантики, потому что все функции ценных бумаг они не исполняют. Вот вам собственно и все. То есть мы переходим от философских вещей к конкретике. Если мы философские это не нравится, то значит, а зачем мне вкладывать? Да, действительно, российский рынок сегодня дешевый. Мне все говорят, вот акции дешевые, высокие дивиденды. Дивиденды почему? Высокие, потому что акции дешевые. Является ли это для меня причиной покупать ценные бумаги? И да, и нет. Да, потому что в последнее время возник интерес к нашему рынку, и действительно могут прийти свежие деньги его выкупить? Нет, потому что завтра, ну, к примеру, достроим мы Северный поток. Получим тот же очередной порцию санкций. Ну, так, на всякий случай, чтобы жизнь оказалась. Ну, вот, доброе утро. Получается, что покупая акции, там, я не знаю, Лукоэла или там трубно-металлогические компании, казалось бы, какая связь, я получаю дополнительный риск. Вот. Поэтому дешево, да, дешево, дивиденды хорошие, да, хорошие. Стоит на это направить все свои деньги, да, еще, причем сегодня не уверен. Когда вернется вот это понятие парадигмы, и у каждого топ-менеджера будут опционы на рост акций, и он будет жизненно заинтересован. Когда возникнет коллатеральность нашей акции на 100%, иначе говоря, когда, обладая акциями у Рюкинского вениковязального завода, могу прийти в банк, заложить их, мне банк даст деньги, и не заплатить 100% резервирования, вот я скажу, что мне интересно снова быть на этом рынке. Все просто. Слушайте, блин, я никогда даже не задумывался, да, относительно российского рынка с точки зрения заинтересованности менеджмента. Вот это действительно очень интересно. Извините, от таких простых, базисных, вот понятных на пальчиках вещей, как только вот они становятся понятны, сразу все становится понятно в основах. И все. А вот как же насчет утверждения, то что, ну, всевозможные, да, финансовые консультанты и так далее, говорят, что лучше большую часть своих инвестиций хранить в той валюте, в которой вы получаете заработную плату. Вот что думаете насчет как раз-таки риска изменения курса? Конечно, тяжело предположить, да, что когда-нибудь курс вернется к тому уровню, на котором был, но вот тем не менее. Ну, вы сразу два вопроса подняли. Первое, вернее, три вопроса. По поводу финансовых консультантов. Ну, консультанты бывают разные, я за них не в ответе. Я тоже финансовый консультант. Второе, почему стоит держать свои активы в той же валюте, что и в пассивы? Ну, это банально, чтобы не получить разрывы. Это тоже понятно, потому что, если вдруг у нас активы улетели вниз, а пассивы, извините, вверх, ну, ну, что называется, приплыли. А по поводу курса валюты, это серьезный разговор, долгий. Вы знаете, есть некоторые товарищи, которые утверждают, что 150 когда-нибудь, наверное, будет. Может быть, через 10 лет, может быть, через 5, может быть, другой жизни. Будет обязательно. Я в этом не сомневаюсь. Будет ли это через полгода, через год? Понимаете, проблема в том, что каждый из нас не волшебник, все мы только учимся. Сегодня я не вижу ни одной экономической причины, если только какая-то там геополитическая черная лебедь, чтобы курс у нас был сегодня там 75 или даже 80. То будет запад, понятно. То есть, пока курс стабилен, потому что ЦБ полностью контролирует этот рынок. Ставки у нас достаточно высокие относительно инфляции. Резервы большие, сальдо платежного баланса у нас положительное, бюджет у нас профицитный, а с чего рублю падать-то? С того, что только у нас, может быть, Минфин покупает валюту. Такое, скоро еще и продавать ее будет. Поэтому, не знаю, я не думаю, что сегодня стоит об этом всерьез пока думать. Давайте посмотрим что-нибудь хорошим. Насчет хорошего. Гене Борисович, вот упоминали, соответственно, ваш закрытый телеграм-канал, да, и, в принципе, сервис, с которого вы, собственно, сейчас проводите эфир. Вот не могли бы все-таки поподробнее рассказать, что это такое и с чем это едят, да, таким образом, скажем. Потому что я вот всегда своих подписчиков призываю к тому, чтобы они фильтровали то, что читают. Потому что вот иногда в Инстаграме такие вещи попадаются, что просто застрелиться хочется. Вот не могли бы все-таки рассказать. Я думаю, что очень много заинтересованных людей нас сейчас смотрит. Вы знаете, насчет Инстаграма это вообще очень забавная штука. Я тут выступаю на одной конференции. Подходит ко мне одна милая барышня. Ну, и серьезно так на меня смотрит, скажите, ну, вот вы, наверное, всех знаете на рынке. Но вот знаете, называют имя барышня. Я не буду называть, я думаю, не стоит. зовут ее там Настя, неважно как. Вы знаете саму Настю. Как? Она же светила вашу. Я не знаю, наверное, светила. Я пойду поищу книжки, может быть, что-то она там сделала. Ну, молодец, умница. Потом смотрю, действительно, эта девушка два миллиона подписчиков. И книжка есть, правда? Молодец, молодец, Настя. Я знаю эту Настю? Не знаю. Ну, молодец. Наверное, хорошо работает. Вот, знаете, по поводу Инстаграма. Ну, видите, разборок, потому что девушка с таким придыханием говорила, такие курсы, такие курсы. Молодец, Настюша. Уважаю. Вот, теперь, если всерьез, смотрите, значит, вообще все получается достаточно случайно в этой жизни. Значит, канал Телеграм, я имею в виду свой Телеграм-канал, и создал, чуть меньше двух лет назад. Всю жизнь мне хотелось как-то до людей доносить, ну, писать что-то интересное, писал в Фейсбуке, потом понял, что Фейсбук, к сожалению, создал такую систему, что черт, как-то увидит. Вот, и создал Телеграм-канал, поскольку, ну, вроде как, я пишу, наверное, не очень плохо, и плюс у меня есть замечательные помощники, у меня есть редакторы и прочее, я не один сам по себе, хотя, честно признаюсь, часть всего пишу действительно я, большую часть, но не все, совсем не все. Так вот, возник этот канал, он пошел, людям стало интересно, ну, вот вы читаете, вроде вам нравится. Безумно, серьезно. Смотрите, пошел интересный спрос, я осознал его. Людям очень хочется, вот, видеть, а как работают профессионалы, и учиться элементарно. Я сам профессор вышки. И мне люди задают вопрос, студенты задают вопрос, вот как вы то, как вы все, вот, что движет вами, когда вы принимаете какие-то решения, и я понял, что это действительно очень важно, это людям нужно, чтобы рядом с ними был, кто-то, кто, скажем так, немножко понимает, что ты в этом бизнесе, уже достаточно циничен и не обольщается, хотя, поверьте, я тоже обольщаю свои 54 года, и так же романтичен, как и был, ну, или, по крайней мере, мне так кажется. Вот, но если серьезно, был кто-то рядом, кто что-то делает, а можно видеть то, что он делает, тогда мы с моими ребятами посоветовали себя, это у меня хороший, талантливый очень, действительно очень хороший. И вот создали такой сервис. Что это такое? В прямом режиме эфире, то есть вот в реальности, никакого вранья нет. Мы создаем некие портфели, их ведем, там вот, скажем, если мы принимаем решение, что нужно Тиффани купить, мы покупаем, на следующий день мы обосновываем, почему. Вот на меня наезжают, так сказать, подписчики, а почему вы сразу не говорите? Ребят, ну, ну, невозможно, потому что идет огромный поток информации. Мы приняли решение, мы покупаем Тиффани, честное пионерское, завтра все объясним. Ну, беритесь терпением. Пока, ну, нравится или не нравится, так сказать. Мы что, призываем кого-то следовать нашим советам? Это как, ну, знаете, есть другие сервисы в интернете, можно смотреть на них, можно любоваться. Являются ли эти сервисы призывом действовать ровно так же, как, так сказать, занимаются участники этих, так сказать, действий. Нет, это просто, ну, можно сказать, учитесь, ребята, можно так, а можно по-другому. Я шучу, конечно, но если, понимаете, вы видите, что мы делаем. При этом, мы делаем различные портфели, ведем различные портфели онлайн, которые подходят и для консервативных, и для спекулятивных инвесторов, и для инвесторов, которые value инвесторов, и где-то для тех, кто, ну, технари, хотя, честно говоря, технику я не учуя, очень люблю, потому что считаю, что это просто толпа, бегает туда-сюда, изобретает себе различные, так сказать, игрушки, но это отдельная история, долгая. Итак, мы создали вот такой вот сервис. Люди в состоянии видеть онлайн, мы покупаем некоторые ценные бумаги, вам нравится, сделайте так же, мы не призываем, мы объясняем риски, объясняем, почему мы так делаем, то есть это ни в коем случае не призыв. Смотрите, вот мой портфель, вот я его так веду, вот консервативный портфель, вот спекулятивный, агрессивный портфель, там портфель российских активов, портфель оптимальный, мы его назвали, который работает на американском рынке, прежде всего следит за компаниями с высокими дивидендными потоками и прочее. Ну, целый набор критериев. Вот пришло время. Иногда люди говорят, а что же вы там продаете бумагу, она выросла всего на процент. Ну, слава богу, что на процент выросла. Покупили, потом поняли, что очевидно, рановато, поторопились. Ну, выросла на процент, спасибо. Выросла на полпроцента, тоже спасибо. Вообще не вырастет, но мы примем решение, что надо от нее избавиться. Значит, избавимся, потому что в конце концов, вас ведь интересует не доходность по конкретной сделке, а бот-он-лайн вашего портфеля. Бот-он-лайн неплохой. Там пока доходность где-то в районе примерно процентов, по-моему, 24-25 годовых. Не будет. Еще раз говорю, время. Мне вот люди спрашивают, покажите ваш трек-рекорд. Ребята, вот, пожалуйста. Смотрите, все честно, все в прямом эфире. Сделки абсолютно по рыночным ценам. Вот, собственно, такой сервис. Ничего уникального, ничего особенного. Кроме того, что это просто экспертиза. И для многих это еще и обучение. Потому что мы не просто что-то делаем, а мы объясняем, почему мы это сделали. Зачем. Вот как-то так. Евгений Ильич, хотел бы уточнить для себя, потому что, наверное, с этого эфира я буду первым человеком, который туда попадет. Я на полном серьезе говорю. Слушайте, такой вопрос. А в каком виде это все? Ну, в смысле, вот, объяснения эти. А это тоже прямой эфир? Вот прям реально прям вот что-то в формате лекции или как это происходит? Вы с ума сойдете, если это будет в формате лекции. Все очень круто. Вот у вас и так вряд ли уже терпение есть терпеть меня столько долго. Нет, ни в коем случае. Я очень рад, что эфир состоялся, на самом деле. Так вот, современный мир, он очень быстрый. Современный человек, он реактивный человек. Ему нужно что? Вот начался день, он ведет свой портфель, если он сам управлен. Ему нужно сказать утром, что, ребят, вот будут сегодня такие-таки события, это будет в час дня, это будет в три часа дня. А в семь часов надо ожидать какую-то отчетность и по этому поводу таким-то образом подготовиться к этому. Может быть, так и так. Вот, это начало дня. Дальше мы показываем вот все четыре портфеля на утро. Вот у них такие-то бумаги, такие-то позиции, посмотрите, такие-то пропорции в портфелях, что очень важно. Мы учим управлять и диверсифицировать и так далее. Теперь, дальше. Мы говорим о прогнозе на день, о том, что мы ожидаем, то, что мы видим. Это по-русски написано, но, опять же, это не многостраничный исследователь, никому не нужно сегодня. Это коротко, понятно, по делу. Да, да. Два-три скролла. Если много событий, ну, может быть, максимум три. Человек имеет полминуты быстро все проглядеть, посмотреть, он готов к торгам. Опять же, это не значит, что мы претендуем на истину. Изучите сами. Наша задача обратить ваше внимание. Ребята, сегодня будет то-то и то-то, сегодня будет Трамп поступать во столько-то, а Павловы скажут примерно то-то, но во столько-то. Будьте к этому готовы. Следующее. Начинаются торги. Ну, вот, скажем, купили мы Тиффани на днях. Вдруг Трафбах, Луи Виттон объявляет, что он покупает Тиффани. Ну, замечательно, мы говорим, фиксируем прибыль по такой-то цене. Вы можете, если вы купили вместе с нами Тиффани, замечательно, мы очень рады, продайте вместе с нами. Вы можете сказать, нет, Куган торопится, хочу еще поддержать Тиффани. Ребята, держите, я буду за вас только рад. Если выяснилось, что я поторопился, и что вы заработали в два раза больше, я буду самым счастливым человеком. Понимаете? То есть, вы видите сделки, их может быть одна, может быть вообще не одной в этот день, может быть 20 сделок, такое тоже бывает, 10 сделок, сколько угодно. Сделки по бандам, по акциям, вы видите реальные цены, реальные сделки, реальные доходности. Онлайн. Просто написано, покупаю Тиффани, продаю Тиффани по такой цене. Можете посмотреть на экран в этот момент, в эту секунду, именно такая цена есть. Если вы захотите продать, и в этот момент, когда вы будете продавать, она будет на четверть процента выше, ниже, ребят, я за это не отвечаю, простите. Теперь вечер. Мы смотрим, что произошло, подводим итоги, смотрим, показываем им вот эти портфели на вечер, после этого мы говорим какие-то свои мысли, умные или не очень умные, так сказать, на завершение, что мы ждем завтра, или говорим, что произошло такого ожиданного или неожиданного. И иногда бывает даже вечером, вот, например, вчера. Вчера вечером, под закрытие уже рынков, я смотрю, выходит новость по Тиффани. Вот продолжение опиоидного скандала. ТЭВа у нас прибыли 20%, ТЭВа падает аж на 9%, но неприятно. Ну вот как, любят все фармацептов американских. Ну, выжидают, слежу за торгами, мне это неприятно, конечно. Слежу за торгами, вижу, что начала бумажка отстреливать. Но знаю, что такого рода скандалы вещь творческая. И они могут продолжаться и сегодня, могут и завтра, могут и послезавтра. Сдаю себе вопрос, как из того старого анекдота, Ахмед, оно тебе надо? Надо ли мне дальше, если у меня бумага в хорошей прибыли, сидеть и смотреть? Не надо. После этого я беру и делаю простую вещь. Я смотрю, что у нас ТЭВа начинает немножко отстреливать. Кстати говоря, видите, я вчера поторопился. Я говорю, в гробой белых тапочках я видел эту ТЭВу и по 9, где-то там 90, по-моему, я эту ТЭВу, соответственно, закрываю. Сегодня, кстати говоря, видите, я ошибся. Сегодня ТЭВа растет на 4%. Ну, слава богу. Хотя я написал несколько постов на эту тему, что в портфелях я продаю, в агрессивном я полностью продал, в некоторых портфелях сертификат я не продал. смотрю, сегодня, видите, ошибся, сегодня ТЭВа уже выстреливает. Ну, хорошо, закрыл раньше времени, не хочу брать риски. Вот вам реальность то, что у нас происходит. Собственно, все так. Игорь Морисович, я бы, честное слово, разговаривал бы еще, наверное, очень долго, потому что максимально, что хочется спросить и про фармацевтику, и вообще, в принципе, но, к сожалению, Инстаграм у нас время ограничивает. Я хотел бы вас поблагодарить, в первую очередь, за то, что вы нашли время для того, чтобы, соответственно, провести этот эфир с нами. Я попрошу вашу помощь, чтобы она прислала ссылку. Непосредственно на сервис этот. Но это, в принципе, и та страница, с которой вы сейчас проводите эфир. Поэтому, кто относительно данной информации заинтересовался, в принципе, на данном аккаунте есть все необходимое для того, чтобы получить дальнейшую информацию. Я буду очень рад, если это, соответственно, не последний эфир, когда мы с вами можем пообщаться. Вот. Welcome. Супер. Еще раз огромное спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok